Во-первых, хочу заметить, что усы занимают в человеческой культуре совершенно особое место, отличное, допустим, бороды. Вырастить бороду просто. Если вы взрослый мужчина с нормальным уровнем гормонов, то достаточно перестать бриться, и через какое-то время у вас вырастет какая-то борода. Вовсе не обязательно густая и красивая, это зависит от вашей генетики. Одним людям вырастить бороду легче, другим сложнее. Есть этнические группы, которые вообще практически не имеют бород. Но общее правило такое, что если ваши предки по мужской линии имели бороды, то и вам тоже ничего не стоит обзавестись бородой. Она не обязательно вас украсит. Но это как бы ваше естественное состояние, для которого ничего не нужно предпринимать. Это происходит само, велением природы. С усами же, как вы понимаете, такой фокус не пройдет. Чтобы вырастить усы, вам нужно регулярно и аккуратно бриться. Нет на земле такой этнической группы, у мужчин которой растут исключительно усы, а борода не растет. Даже японцы, у которых на скулах и щеках волосы практически не растут, оставленные без бритвы, они обзаводятся такими жалкими испаниолками, а не только усами. В усах нет ничего естественного. Это чистые водоизобретения цивилизации, как велосипед и кринолин. Усы без бороды – это искусственное культивированное явление. Если борода – это лес, то усы – это клумба. Усы животных и усики-насекомых, кстати говоря, усами не являются. Это специфические органы чувств, которых у людей нет. Сегодня я расскажу вам про моду на усы и ее место в жизни мужчины и общества в целом. Это очень лихая и закрученная история. Люди изобрели усы вместе с изобретением бритья, что произошло удивительно давно. Пишут, что бриться мужчины начали еще в каменном веке. Еще до изобретения бритв волосы удаляли с помощью раковин моллюсков. Я не знаю, откуда археологи это взяли, сомневаюсь, что с наскальных рисунков. Так вот, самое раннее мной найденное изображение мужчины с аккуратно под бритыми усами относится к 2500 году до нашей эры. Это скульптурный портрет древнегипетского принца по имени Рахатеп. На втором месте по древности – бравый скифский всадник из позырыхской культуры. Это в Горном Алтае. Примерно трехсотый год до нашей эры. То есть это уже современник Александра Македонского. Похоже на то, что древние культуры не очень увлекались усами. Там или брились начисто, или не брились совсем. В 1800 году до нашей эры древним египтянам приказали чисто бриться, а борода, искусственная, престижная, была символом царской власти. Фараоны, включая женщин, надевали бороды по праздникам. Древние греки, наоборот, носили оклавистые бороды, аккуратно постриженные и при необходимости даже завитые. Александр Македонский был первым античным начальником, который побрился сам и приказал своим солдатам бриться начисто, потому что он опасался, что в схватке противники могут хватать его воинов за бороды. В результате в эллинистическом мире растительность на лице совершенно выходит из моды. Более того, продвинутые жители Римской империи противопоставляют себя бритых и культурных усатым варварам Азии Севера. В латинском языке даже не было слова для усов. Римлянам пришлось заимствовать его из греческого, после чего это слово разошлось по всей Европе, и сейчас во многих европейских языках усы называют мусташ или мусташио, или что-то на вроде. От греческого корня мустакс – усы. Я, кстати, поинтересовалась этимологией русского слова «усы» и выяснила, что слово «усы» происходит от протославянского «вусы», что означает «усы». И во всех славянских языках вы слышите этот корень. Это очень древнее слово, потому что как раз на северах, в отличие от Средиземноморья, усы были в моде с незапамятных времен. Деодор Сицилийский из I века до н.э. с интересом рассказывает об экзотическом обычае галлов. Галлы высокого роста, с бугристыми мышцами и белой кожей, а волосы у них светлые и не только от природы, потому что они также практикуют искусственными средствами усиление цвета, который дала им природа. Некоторые из них бреют бороду, а другие позволяют ей немного отрасти, а дворяне бреют щеки, но отращивают усы, пока они не закроют рот. В Средние века мы находим шлемы потомков тех галлов. Шлемы Сатанху из корабля захоронения VII века имеют лицевую пластину, на которой выгравированы аккуратные усы. Надгробная скульптура Эдуарда Принца Уэльского не того, который женился на Уоллеса, черного принца из XIV века. Детально изображает все его доспехи, включая шлем с кольчужным капюшоном, закрывающим голову и щеки, но дающим свободу вислому сам принца. Тем временем суровые люди-японцы носили усы не для красы. В Хагакуре. Читаем. Войны прошлого отращивали усы, ведь когда самурая убивали в битве, его уши и нос отрезали и несли во вражеский лагерь. Чтобы не возникло подозрений, что убитый был женщиной, усы отрезали вместе с носом. Если же на голове не было усов, иногда ее выбрасывали, по ошибке приняв за женскую. Поэтому самураи отращивали усы, чтобы на поле боя враги не выбрасывали их головы. Если вы смотрели мой прошлый выпуск, вы уже в курсе, как самураи относились к женщинам. Возвращаясь в Европу. На протяжении всей истории до XIX века мужчины там по большей части или уж носили бороды, или брились начисто. Мода на усы была большой редкостью. В позднее средневековье и ранний ренессанс образованные мужчины старались в любом возрасте выглядеть как можно моложе и тщательно брились. В XVI веке в моду вошла солидность, и большинство мужчин всех возрастов имели богатые бороды, что позволило в 1535 году королю английскому Генриху VIII ввести прогрессивный налог на бороды. Сам король бороду при этом носил, так же, как и его придворные. Это не остановило моду, но дало денег в казну. Так что, если вы думаете, что налог на бороды – это изобретение Петра I, то нет. В Великобритании так издевались над бордачами весь XVI век. В это же время в Османской империи сформируют элитный армейский корпус Янычар, который, в отличие от всего остального мужского населения, брили бороды и носили только усы. Это при том, что мусульмане в принципе должны бы традиционно отращивать бороду. Но на перифериях восточных империи и в южных степях усы становятся гораздо более распространены, чем в центрах и в Европе. Настолько, что образ усатого всадника с огромной саблей становится для европейцев стереотипом опасного азиатского головореза. И они снова, как времена римлян, начнут противопоставлять себя ему или при необходимости подражать. И это начнет отражаться в моде на усы. К XVII веку большая борода вышла из моды, но мы не можем представить себе мушкетера без усов. Строго говоря, задиры в ботфортах и брыжах и в шляпах с перьями носили то, что сейчас мы называем Ван Дайк по имени художника, запечатлевшего эту модную модель на многочисленных портретах тогдашней европейской элиты. Бравые закрученные вверх усы и небольшая кленовидная бородка, испанелка. Усы все больше ассоциируются с армейской службой. В течение столетия бороды становятся все меньше, и на портретах короля Карла II мы уже видим тонкие усы самостоятельно, отдельно от бороды, отчего король имеет какой-то жуликоватый вид. О том, как разные стили усов были аппроприированы поп-культурой, и из-за этого вызывают у нас специфические ассоциации, я расскажу чуть позже. Убил или заколол? Ну, одного или шести. Трех. Это уж как вам будет угодно, Сауда. А вообще-то мы мухи не тронем. А вы говорите, что мы головорезы, Сауда. А в 18 веке усы в Европе практически уже никто не носит. Эпоха просвещения была вся за гуманизм и против животности, и мужчины поголовно бреют лицо. Они его также иногда пудрят, румянят и украшают мушками. Исключение составляют небольшие конные бригады мужчин, которым не было дела до просвещения и морального прогресса. Еще в 15 веке в Европе начинает складываться особый вид легкой кавалерии, первоначально состоявшей исключительно из венгров или сербов. Эти лихие всадники носили живописные национальные костюмы и популярные в южных краях, примыкавшим к степям и туркам, закрученные усы. К 1800 году гусарские полки были введены как минимум в 12 европейских армиях, и во время наполеоновских войн гусары входят в легенды и становятся особой частью культуры. В своей яркой броской форме, с золотыми галунами, в тугих рейтузах и с угрожающими шашками, гусары имели по всей Европе репутацию лихих вояк, драчунов, пьяниц и дамских угодников. Генерал адской бригады Лассаль прославился знаменитым афоризмом, полностью отражавшим их стиль жизни. Гусар, доживший до 30 лет, просто подлец. Все гусары носили усы, вне зависимости от страны службы. И в Британии, к примеру, они единственные могли это делать. Во всех остальных родах войск усы запрещались уставом. И усы, за которыми тщательно ухаживают, становятся особым предметом гордости, знаком гусарской мужественности и лихости. «Гусар, ты весел и беспечен, надев свой красный доломан. Но знай, покой души не вечен, и счастье на земле туман. Крутя лениво ус задорный, ты вспоминаешь стук перов. Но берегися думы черной, она черней твоих усов». Напишет 18-летний гусарский корнет Михаил Лермонтов. В результате шумной популярности гусаров усы начинают железно ассоциироваться с армией, лихостью, мужественностью и плохими манерами. И британская армия очень долго сопротивляется этой вульгарной моде вместе со всей сдержанной холодной нацией, не приветствовавшей никаких животных проявлений человеческой натуры, включая грубую растительность на лице. Но потом случается то, что сделает пышные усы почти необходимым атрибутом викторианского джентльмена. В Индии усы веками были не просто прихотью моды, но и кастовым знаком и символом религиозной чистоты. Раджпуты – это подмножество варных шатриев, потомственные войны, из которых происходили многие индийские политические лидеры. В обязательном порядке носили усы, чем пышнее, тем лучше. Когда любимая жена Шаха Акбара скончалась, он приказал в знак скорби всем своим придворным сбрить усы. Настолько это было серьезно. До сих пор мировой рекорд книги Гиннеса по самым длинным усам принадлежит Раджпуту по имени Рам Синг Чаухан. Его усы на 2010 год имели длину 4 метра 30 сантиметров. И эта традиция продолжается по сей день. И, как пишут в индийских источниках, в наше время большая часть кастовой политики сосредоточена вокруг ношения усов. Представители низших каст, долиты, мы их еще называем неперекасаемыми, отращивают усы в знак протеста против традиционной кастовой системы. Их за это избивают, а иногда и убивают. Буквально вот в марте 2022 года медицинский работник Джетендра Мегавал был убит озверевшими к шатреме за то, что он посмел носить усы, будучи долитом. С этим индийским помешательством вокруг усов Великобритания столкнется еще в конце 18 века, когда Остинская компания, честное слово, я про нее когда-нибудь расскажу, подминала под себя субконтинент. Британским попыткам установить военное доминирование на индийских территориях порядком мешал тот факт, что в британской армии растительность на земной лице была запрещена уставом, из-за чего индийские подданные смотрели на безусых британских офицеров, как на девчонок. В такой ситуации поддерживать дисциплину на завоеванных территориях было страшно сложно, поэтому британские офицеры в Индии начинают отращивать усы, чтобы добиться авторитета у местных, несмотря на то, что их начальство в митрополии с отвращением порицает эту дикарскую привычку. Но постепенно британцы сломались и не только разрешили военным носить усы, но с 1860 года сделали их обязательными во всех частях армии. И усы быстро входят в моду для всех мужчин, включая штатских, которые хотят казаться мужественными. В поздневикторианское время усы становятся культом на британских островах. Усы были в среднем длиннее и пышнее современных и требовали ежедневной укладки на воск. Пожилые джентльмены красили усы, скрывая седину. Все это создавало специфическую проблему. Когда пьешь чай, горячая жидкость могла расплавить воск и растворить краску, после чего твоя мужская гордость обвисала и дальше ты пил грязный чай безо всякого достоинства. И все мучились, пока в 1860-х годах английский керамист Харви Адамс не забрел чашку для усатых, в которой имелась загородочка, предохраняющая юзера от свешивания лицевой растительности в напиток. Однако к концу века популярность усов пошла на убыль. Появилась идея, что волосы на лице могут давать пристанище вредоносным бактериям. Усы продолжали преимущественно ассоциироваться с армией. Пара Холмс-Ватсон прекрасно демонстрирует тогдашнюю моду. Холмс не носит усы, он ученый, штатский человек. С другой стороны, Ватсон – военный хирург и по привычке носит усы, несмотря на то, что он уже в отставке. До Первой мировой войны армейские люди почти поголовно были усатыми. Но потом выяснилось, что на усы и бакенбарды плохо налазят противогазы. И было снова приказано всем нижним чинам бриться начисто. Точно так же, как 2020 год подкосил моду на бороды лопатой, потому что они из-под масок выглядели, как будто ты привязал к себе к лицу небольшого шпица. Кроме того, целых четверть миллиона мальчиков в возрасте до 18 лет сражались за Британию в Великой войне. Эти новобранцы были слишком молоды, чтобы иметь нормальные усы. Устав о ношении усов нарушался налево и направо, и его отменили. Рассказывая об усах и их месте в культуре, я не могу обойти стороной изумительное явление, возникшее в США в 19 веке. Нулевые усы. То есть, когда люди носили бороду, а усы сбривали. В Америке мужчины из религиозной общины амишей и довольно многие светские люди начисто сбривали усы, отращивая при этом большие бороды. Отращивать бороду было принято во многих религиозных общинах как символ скромности и равнодушия к своему внешнему виду. Но амиши пошли дальше. Они при этом еще и сбривали усы, как бы вычитая из бороды армейскую агрессивную ноту. И в результате оставляли носителю только библейскую благообразность не добавляя сексуальности. И я могу согласиться. Амишевская борода сексуальности не добавляет никому. Нулевые усы были антагонистом гусарских и мушкетерских усов, знаком крайнего пацифизма и антимилитаризма. И их носили, не носили, в том числе интеллигенты с большой чуткостью к морали, такие как писатель Генри Дэвид Таро и, по удивительному совпадению, президент Линкольн, весь свой срок президентства, ведший гражданскую войну, но бывший по натуре мирным человеком. В 20 веке усы все чаще будут восприниматься как знак принадлежности к определенной идеологии, символ вашей политической позиции. Между мировыми войнами элегантные мужчины все еще охотно носят небольшие тонкие усики, напоминающие об их военном прошлом. Но после Второй мировой войны усы воспринимаются уже как знак консервативности и непривлекательной агрессивности, и все чаще метят отрицательные персонажи в фильмах и мультиках. Поражение Томаса Дьюи Гарри Трумэном в президентских выборах 1948 года в США объясняют тем, что у него были усы, делавшие его на вид слишком старомодным, а значит консервативным, и за него не стали голосовать ни женщины, ни молодежь. Современный благовоспитанный мужчина второй половины двадцатого века чисто бреется. Он против как природной дикости, воплощенной в бороде, так и старомодной агрессивности усов. И мы понимаем, что мужчины не сами это придумали. Такое впечатление, что женщины, так любившие гусаров, внезапно переменили мнение. Активное вхождение женщин в политическую жизнь и бизнес оказало колоссальное влияние на моду на усы. Опросы показывают, что на политическом и на брачном рынке усы ценятся совершенно по-разному. Те же самые женщины могут предпочитать усатых мужчин как романтических партнеров и сторониться их как начальников. И вполне резонно. Усатый мужчина кажется как бы более мужчиной. От него ожидают поступков более мужских по духу. И это не обязательно нам выгодно. То есть в психологическом смысле слова большинство людей считает, что если усатый мужчина за тебя, то это хорошо. А если он против тебя, то это плохо. Если он тебя любит, это классно. Если он тобой командует, нет, спасибо. Мы можем не помнить про гусаров и мушкетеров, но все равно воспринимаем усатых мужчин как более мужественных. Геи 70-х, 80-х годов опровергали публичный стереотип о себе как о женственных недомущинах и часто носили усы. Мы не можем представить себе Фредди Меркьюри без усов. Это часть его сценического образа, витального мачо. Это борьба геев со стереотипами маскультуры. То есть именно усы, а не бороды даже, стали в современной культуре универсальным символом мужественности и мужского начала в целом. В ноябре 1999 года в Мельбурне группа молодых людей начала отращивать усы. Тогда это было совершенно не в моде и особенно поначалу компания выглядела с точки зрения окружающих довольно позорно и все интересовались чего это они вздумали так себя изуродовать. На что ребята отвечали, что они делают это, чтобы привлечь внимание к проблемам здоровья мужчин, о которых не принято широко говорить и на изучение которых трудно собрать пожертвования. Дело в том, что, как это не все болезни легко собирают пожертвования. Гораздо больше людей охотно пожертвуют деньги на изучение к примеру детской лейкемии, чем рака яичек или рака простаты или депрессии у мужчин. Так вот, эта компания решилась таким оригинальным образом начать привлекать внимание и повышать осведомленность людей о специфических мужских проблемах здоровья. Началось все с 26 человек, но на следующий год около 500 человек подключилось к движению и собрали уже более 40 тысяч долларов для австралийского фонда рака простаты. С тех пор ежегодно по всему миру каждый ноябрь проводится мовембер. Усабрь, не бритябрь. Мужчины по всему миру на месяц перестают брить усы и собирают пожертвования на исследование проблем мужского здоровья, как физического, так и психического. Мне следовало бы сделать этот выпуск ближе к ноябрю, но я вам еще потом напомню, чтобы вы могли при желании поучаствовать. Женщины тоже могут помочь, жертвуя деньги и участвуя в информационных акциях. Напоследок, давайте поиграем в игру «Чьи усы». Справа от меня будут появляться знаменитые усы, и вы попробуйте угадать, кому они принадлежат. Готовы? Поехали! Начнем с простых. Чьи усы? Чарли Чаплин носил усы с щеточкой, популярной среди офицерства в начале 20 века. Когда солдатам приказали побриться, для офицеров были сделаны некоторые исключения, но и они уменьшили величину своих усов, чтобы они не мешали в противогазе. Компактные стили типа зубной щетки продержатся до Второй мировой, после чего сразу несколько негодяев мирового масштаба полностью отобьют у будущих поколений желание так встречь усы. Чьи это усы? Василий Иванович Чапаев носил классические кавалерийские усы велосипедный руль, символ неуемной лихости, обожаемые как гусарами, так и гопстопщиками американского Дикого Запада. Ну а это чьи усы? Эркюль Пуаро носит фантазийные усы, плод воображения творческой команды сериала. Видимо, Пуаро носит усы в память о своей полицейской службе. Ну и вообще, он большой консерватор. Его друг капитан Гастингс, человек очень современный и модный, усы в конце тридцатых годов уже не носит. А это чья буйная растительность? Марк Твен, как и многие интеллектуалы средних лет, носил солидные моржовые усы, демонстрирующие бывалость и глубокомыслие. Они также украшали Эйнштейна, Ницше, Максима Горького, Киплинга и самого симпатичного мультипликационного соседа Нета Флендерса из Симпсонов. А это чьи усы? Кларка Гейбла. Щеголеватые тонкие усики, как будто нарисованные карандашом, носят, как многие герои-любовники черно-белого кино, так и пародии на них, к примеру, Гомес Адамс. Чьи это идеальные формы усы? Берт Рейнольдс. Секс-символ 70-х. Образец крутого парня того поколения на силу усы модели Шеврон. А вот усы с противоположного конца поп-культуры. Чемпион мира по рестлингу Халк Хоган носит усы подкова с вислыми концами, подчеркивающими их длину и густоту. Такие усы популярны у рокеров, байкеров и вообще крутых парней. Напишите в комментариях, сколько усов вы угадали. Заодно напомните нам о других примерах усов в истории культуры, которые не вошли в эту лекцию. Из-за цензурных ограничений, которые YouTube накладывает на монетизацию некоторых тем, этот ролик выйдет с небольшими купюрами. Соответственно, на втором уровне подписки на Бусти и Патреоне я выложу полную версию, примерно на две минуты длиннее. Ссылки на них я оставлю внизу. Подписывайтесь на мои блоги и получайте некоторые преимущества от отсутствия там цензуры. А на сегодня я прощаюсь. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.